Привет, это 11 эпизод Слинкастов на Учись Рейлса. Сегодня мы продолжаем разговор о контроллерах и поговорим об экшенах New и Create в нашем контроллере Items Controller. Откроем его. Итак, вот наши два экшена. В первую очередь мы займемся экшеном New. И у нас в нашем приложении Action New будет заниматься тем, что будет рендерить шаблон, который будет называться NewHTML ERB. И в этом шаблоне будет содержаться форма, которая затем будет отправляться в Action Create, который нам сегодня предстоит написать. Но вот сейчас мы видим, что в нашем шаблоне NewHTML ERB уже есть какая-то форма, но это не совсем верный способ создавать формы в Ruby on Rails приложении. Rails предоставляет нам ряд специальных методов, которые в шаблонах называются helper. И эти методы, они за нас генерируют весь необходимый HTML, который в дальнейшем браузер будет воспринимать как форму и, соответственно, рендерить в виде формы на странице. Ну и вот, чтобы создать нашу форму, мы воспользуемся helper, который называется form4. Напоминаю, что вот эти скобочки означают ERB теги, внутри которых будет выполняться Ruby код. В данном случае это вызов метода, который называется form4. И в качестве первого аргумента, который принимает этот метод, мы передадим ему объект класса item. И таким образом, form4, helper.form4, будет знать, что мы сейчас создаем форму для объектов класса item. И затем этот метод принимает блок, внутри которого мы определяем специальный аргумент f, сокращенный от form. И закрываем ERB tag. Итак, естественно, нам надо не забыть теперь добавить end, чтобы завершить блок. И вот внутри этого блока сейчас мы будем, опять-таки, с помощью helper'ов генерировать поля формы. Давайте подумаем, какие нужны нам поля, прежде всего для нашей формы. Для этого можно обратиться к файлу схема и посмотреть, какие поля у нас есть в нашем классе items. Так, у нас есть price, name, real, weight и description. И именно эти поля мы сейчас изгенерируем. Снова используем ERB tag. И теперь на вот этом объекте f мы вызовем метод, который называется textField. И далее следует название поля, точно так же, как оно указано в нашей модели. В данном случае это будет price. После этого мы создадим еще одно текстовое поле. Здесь введем name, description и, по-моему, у нас еще было weight. Ну и затем, конечно, нам необходимо будет создать кнопку, которая будет называться sound. И здесь мы можем написать создать товар. Перейти в браузер и ввести в строку адреса items.new Так, перед нами появилась форма, но мы видим, что, во-первых, у нас все поля выстрелились в одну строку, а во-вторых, у нас нет подписи к этим полям. И мы, на самом деле, сейчас не можем определить, какое поле соответствует какому полю в модели. И поэтому я предлагаю добавить немного html, чтобы эти поля разделить на несколько строк. Ну и затем мы еще можем добавить каждому полю подпись, чтобы было понятно, что это поле означает. цена, название, описание и, наконец, вес. Ну вот, теперь мы попробуем обновить страницу, и действительно наша форма приобрела вменяемый вид. Теперь я предлагаю посмотреть на сгенерированный нашими хелперами html-код. и обратите внимание на атрибут name у тега input. Мы видим, что он как бы состоит из двух частей. Во-первых, у нас здесь следует название модели item, а затем в квадратных скобочках указано название самого поля. И все хелперы, которые вы используете для создания формы для определенной модели в Rails, они будут именоваться вот именно по такому правилу. Сначала идет название модели, и затем в квадратных скобочках название атрибута. И затем Rails будет автоматически преобразовывать вот такое название поля и помещать содержимое значения этого поля в специальный хэш-парамс, о котором мы говорили в предыдущих эпизодах. Давайте посмотрим на примере, что же произойдет на самом деле, когда мы будем эту форму отправлять. Она отправится, напоминаю, в action.create и произойдет это именно потому, что вот здесь у нас указан путь, на который отправляется форма, и поскольку это в данном случае пост-запрос, то мы помним, что все пост-запросы, отправленные на адрес slash items, они оказываются в action.create, поэтому мы можем быть уверены, что форма будет отправлена именно в этот action. и давайте посмотрим, что у нас окажется в нашем хэше парамс. Берем парамс inspect. Ну и теперь попробуем заполнить форму и отправить ее. Итак, мы видим, что вот здесь у нас появилось содержимое хэша парамс. Вот эта часть хэша нас сейчас не интересует, нас интересует оставшаяся часть хэша, которая по сути является ключом item и значением для этого ключа является вложенный хэш, который содержит собственно как раз все те поля, все те поля, которые у нас были в форме, которые мы заполнили. И все, что нам остается сделать теперь, это внутри action.create что-то сделать со всеми этими данными, которые у нас сейчас есть в хэше парамс и попробовать создать новый объект, примерно точно так же, как мы делали это в Rails консоли, когда мы работали только с моделями. И для этого сейчас мы воспользуемся переменной, которую мы здесь создадим, item, и затем запишем в нее новый объект, который мы создадим прямо здесь, новый объект класса item. И методу create класса item мы как раз передадим содержимое хэша парамс item. То есть вот этот вложенный хэш будет передан методу create. И теперь нам остается сделать две вещи. Нам нужно убедиться, что наш объект действительно создан, и запись о нем сохранена базу данных, а произойдет это только в том случае, если все наши валидации успешно будут пройдены и не возникнет никаких ошибок. Поэтому мы проверим, что у объекта item нет ошибок. И после этого мы могли бы сделать редирект и отправить пользователя прямо на страницу с информацией о вновь созданном объекте. а в случае если у нас произошла ошибка и на самом деле валидации не прошли, тогда мы снова отрендерим пользователю форму, чтобы он заполнил ее заново, исправил ошибки и нажал снова кнопочку создать товар. Ну и теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы заново попытаемся отправить форму. Действительно у нас создался новый товар, мы видим, что все данные, которые мы ввели, они были сохранены в базу данных и затем выведены через ActionShow и через шаблон Show, который находится у нас в папочке ViewsItems. Теперь давайте посмотрим на другой вариант, вариант, когда у нас поля в форме не заполнены и соответственно должна возникнуть какая-то ошибка валидации, потому что, напоминаю, мы вот здесь создали модель ItemRB, и у нас здесь как минимум есть валидация, которая проверяет, что у нашего создаваемого объекта обязательно должно присутствовать имя. Ну и вот мы оставим намеренно поле с названием, то есть с именем товара пустым, и попробуем создать товар. Что произойдет? Мы видим, что мы снова попали на ту же самую форму, единственное, что пока у нас тут не выявили сообщения об ошибках, но этот вопрос мы решим немного позже. Дело в том, что на данный момент с нашей формой есть несколько более важная проблема, а именно данные, которые мы ввели в поля, они не будут сохранены, даже если у нас произошла ошибка и форма отрендрится заново, эти значения они исчезнут из поля его. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы вот здесь ввели цену и нажимаем кнопочку создать товар. Мы видим, что у нас снова отрендрилась форма. Почему это произошло? Понятно, потому что валидации не прошли, но цена из поля исчезла. И чтобы избежать этого, нам необходимо немного изменить наш action new. Внутри action new мы создадим переменную item и здесь мы, собственно, напишем item new. а вот здесь в форме мы как раз используем эту переменную, которую мы определили в action new. И сейчас, если мы попробуем создать товар, ввести цену и создать товар, значение из поля никуда не пропадет. Произошло это, потому что в методе create мы тоже создали переменную item, но в данном случае эта переменная item оказалась заполнена уже теми данными, которые мы ввели в форму перед тем, как ее отправить. И затем эта переменная оказалась вот здесь у нас в шаблоне new, который, напоминаю, рендерится в случае, если у нас происходит ошибка. Ну, а что касается метода new, то вот здесь у нас переменная item, она содержит совершенно пустой объект класса item с незаполненными полями, поэтому если мы здесь в строке адреса наберем items new, не new, спрошу прощения, а new, то, естественно, мы получим пустую форму без всяких значений. Именно так оно и должно быть. Итак, сегодня мы посмотрели на два экшена. Экшена называется create и new, посмотрели, как рендерить форму для создания товара и затем, как отправлять ее в экшен create и что, собственно, должно происходить внутри этого экшена, для того, чтобы запись была сохранена в базу данных. Напоминаю, что вопросы касающиеся разработки приложений на Ruby on Rails вы всегда можете задать на сайте Hasbrains в соответствующем разделе. А у меня на сегодня все.